Миша Болдырев из Смоленска Миша Болдырев из Смоленска Миша Болдырев из Смоленска Миша Болдырев из Смоленска На первый взгляд он вроде и сам не верит, что может победить Но это только маскировка Мало кто так же сильно, как он, верит в свою звезду Но как много сегодня в игре новичков Даня Санитар из Николаевой Рената Гизатулина из Казани Людмила Гамолина из Копчегая И у каждого новичка свой секрет Потерпите О них тоже открою совсем скоро. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет из Воронежа. Сегодня я рад снова стоять за этим пультом. Со временем моего прошлого пребывания здесь прошло уже полгода. За это время мои извлечения практически не изменились. Это также германистика, эстрадная песня, театральная студия, художественная фольгиристика и поэзия. Формулой моего действия является афоризм великого Вильгельма фон Гумбольта, сказавшего, что поистине серьезное стремление к победе уже половина этой самой победы. Я желаю получить всем от сегодняшней игры максимум положительных эмоций. АПЛОДИСМЕНТЫ Михаил Болдовик. Всем привет. Я приехал из города, который скоро отпразднует свой 1150-летний юбилей. Из Смоленска. Я увлекаюсь интеллектуальными играми, а также гандболом, футболом и шахматами. Желаю всем удачной игры. АПЛОДИСМЕНТЫ Всем привет из южного города Николаева. Мечты сбываются, ведь я мечтал попасть на самый умный. И вот я здесь. Моими увлечениями являются академический вокал, гитара, футбол, ну и интеллектуальные игры. Пусть сурок попадет в надежные руки. АПЛОДИСМЕНТЫ Андрей Харитонов. АПЛОДИСМЕНТЫ Всем привет из города Севастополя. Мне 15 лет. Я увлекаюсь профессиональным боулингом, изучением иностранных языков и плаванием. Недавно к моим увлечениям добавился футбол. На игре я впервые. А как известно, новичкам везет. Надеюсь, что я не исключение из этого правила. И да пребудет с нами сурок! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Анастасия Карлова. Всем привет из солнечной Херсонщины. Я приехала из небольшого городка, который славится своей древней казацкой историей. Моими главными хобби являются чтение и математика. Также я увлекаюсь ездой на лошадях и катанием на роликах. Пусть нам улыбнется фортуна. Лука Барышич! Здравствуйте. Здравствуйте, я из Киева. За прошедший длительный период времени я понял, что клуб самых умных – это навсегда. Я приехал сюда еще один маленький разочек попробовать себя и силы своих соперников. Так пусть же удача улыбнется мне и кому-нибудь еще. Да будет так. АПЛОДИСМЕНТЫ Людмила Гамолина. Всем привет из далекого южного города Ковчега. Я на игре впервые, поэтому собираюсь получить из нее максимум удовольствия. Мои увлечения – это музыка, которой я занимаюсь в пяти лет, играя на фортепиано. Также я очень много читаю. В основном это классика и фантастика. И let's force be with us. АПЛОДИСМЕНТЫ Виталий Павлов. Здравствуйте. Вас приветствует город Ровно. Я по-прежнему учусь в историко-правовом классе, изучаю иностранные языки и занимаюсь подвижными видами спорта. Из новых увлечений – это игра на гитаре, первые шаги в фотоделе, а также воспитание младшего брата. Кстати, это не так легко. Я думаю, что игра в старшей лиге будет не менее интересной и ответственной. Так задавайте же ваши вопросы, и мы будем искать на них ответы. МАРИЯ ПОДРЯДЧИКОВА Всем привет из Волгограда. Мои увлечения – это физика, история и география. Вот уже семь лет я занимаюсь шахматами и мечтаю побывать в Антарктиде. Надеюсь, что это, уже пятая по счёту моя игра, окажется для меня так уже интересной, как и все предыдущие. ДМИТРИЙ ЗАЛМАНОВ Всем привет из столицы, столицы города Москвы. За полгода нашего расставания к моим увлечениям добавилась ещё фотография. А прежними остались шахматы и баскетбол. Как известно, нет таких вопросов, на которых не существует ответов. Ну, давайте же воплотим эти слова в деле. Рината Гизатулина. Большой привет из Казани. Я являюсь волонтёром универсиады, обожаю путешествия, свободно разговариваю на французском, испанском и английском языках. Бераспера Адаструм, через тернии к звёздам. Так пусть сегодня через тернии знанием победит сильнейший. И Рубен Бартанян. Здравствуйте, я приехала из города Моздока. Я увлекаюсь военной историей, учусь в музыкальной школе, участвую в олимпиадах и интеллектуальных играх. Я желаю всем получить от этой игры приятные впечатления. Ну что ж, дорогие друзья, мы начинаем первый отборочный поединок. Будем бороться за три места в клубе самых умных. За звание самого умного. Ну и, конечно же, победителю дадим вот этот диплом, который всегда сможет доказать окружающим, что именно его обладатель является по-настоящему самым умным. Внимание! Всем, кто хочет попробовать свои силы в игре «Сам умный», вы можете зарегистрироваться на нашем сайте умный.тв. Играйте с нами! Уважаемые игроки, хочу рассказать вам о правилах нашей игры. Всего в игре три раунда. В первом я задам вам 18 обязательных вопросов. Каждому вопросу предлагается четыре варианта ответа, из которых только один правильный. Шестеро лучших продолжат борьбу во втором раунде. Трое пройдут финал, где и сразятся за титул самого умного. Все готовы? Да! Я объявляю первый раунд! Внимание! Первый вопрос. Музей какой литературной героини находится в городе Эль-Табоссо? Джульетта, Пенелопа, Изольда или Дульсинея? Музей какой литературной героини находится в городе Эль-Табоссо? Мария Подрядчикова. Дульсинея Табоссо. А почему? Ну, потому что она Табоссо. Потому что она героиня знаменитого произведения Мингеля. Сервантеса, Дон Кихот, абсолютно верно. Дульсинея правильный ответ, и 8 игроков справилась с заданием. Второй вопрос. Роман о последних днях, какого исторического деятеля получил название «Мартовские иды»? Александр Македонский, Фемистокл, Юлий, Цезарь или Ганнибал? Роман о последних днях, какого исторического деятеля получил название «Мартовские иды»? Что скажет Рината Гизатулина? Я считаю, что это Юлий, Цезарь, потому что он был убит в марте. А что такое «Ида» вы знаете? Нет. Это средняя декада месяца. Соответственно, кто по легенде воскликнул? И ты, Брут. Цезарь. Цезарь. Абсолютно верно. Поэтому правильный ответ – это Юлий, Цезарь. 9 игроков справилась со вторым вопросом. Мы все переходим, ребята, к третьему вопросу. Из какого древнего языка заимствовано слово «аватар», означающее картинку-визитку интернет-пользователя? Латынь, санскрит, иврит или дэньянь? Из какого древнего языка заимствовано слово «аватар», означающее картинку-визитку интернет-пользователя? Что скажет Рубен Вартанян? Санскрит. На аватарке у вас что? А у меня нет аватарки. Какой вы молодец. Откуда вы знаете, что это санскрит? Ну, потому что остальные не подходят. Потому что аватары называются земное воплощение. Воплощение какого-либо бога. В индуизме. Абсолютно верно. Правильный ответ. Санскрит. И семеро игроков справилось с заданием. Перейдем к четвертому вопросу. В каком из этих университетов учился Игнатий Лойолла, основатель ордена иезуитов? Пристонский, московский, ельский или парижский? В каком из этих университетов учился Игнатий Лойолла, основатель ордена иезуитов? Что скажет Дмитрий Залманов? Это был метод тыков. И что сказал метод тыков? Он сказал парижский. Прошу вас, Андрей Харитонов. Ну, я учил историю в седьмом классе, и я знаю, что это парижский университет. Потому что Лойолла жил в шестнадцатом веке, а из всех вышеперечисленных университетов только Сарбонна существовала в шестнадцатом веке. Правильный ответ. Парижский шестеро игроков справилось с заданием. Пятый вопрос. Это фотовопрос. Посмотрим на экран. Теорему какого ученого в старых учебниках объясняли при помощи этого чертежа? Эйлер, Пифагор, Гаусс или Лагранж. Теорему какого ученого в старых учебниках объясняли при помощи такого чертежа? Виталий Павлов. Это Пифагоровы штаны. На все стороны? Ровные. Абсолютно верно. После жирного обеда? Вы три руки об соседа. Правильно, по закону Архимеда. Ну что ж, дорогие мои друзья, расходящиеся стороны квадрата действительно напоминали штаны. Правильный ответ. Пифагор. И одиннадцать игроков справилось с заданием. Перейдем к шестому вопросу. Какие из этих приматов в природе живут севернее всех? Камбоджийские кибоны, филиппинские долгопяты, гвинейские павианы или японские макаки. Какие из этих приматов в природе живут севернее всех? Санитар, Даниил, давайте. Я думаю, это японские макаки. А почему вы так подумали? Я просто примерно знаю карту мира. Япония это севернее всех из Камбоджи, Филиппин и Гвинеи. Данечка, абсолютно верно. Да, это японские макаки и десять игроков справилось с заданием. Седьмой вопрос. Как звали русского царя, по приказу которого был создан Петров полк? Прототип так называемых потешных войск. Алексей, Павел, Николай или Александр. Как звали русского царя, по приказу которого был создан Петров полк, прототип так называемых потешных войск? Никита Садовников. Это царь Алексей Михайлович создал этот потешный полк для своего сына Петра. Чтобы Петр развлекался там. То есть вначале это было задумано как некое развлечение для молодого царевича. Кто знал, по что это развлечение превратится? А потом эти потешные полки, Петра Баженский и Семеновский, стали ядром русской армии. Правильный ответ Алексей. И только четверо игроков справилось с заданием. Восьмой вопрос. В честь какого животного получили прозвище корейские корабли такого типа? Медведь, цапля, заяц или черепаха? В честь какого животного получили прозвище корейские корабли такого типа? Что скажет Анастасия Карлова? Я выбрала черепаху. Это правильный ответ, потому что по легенде эти корабли были какими? Бронированными вообще. Правильно. Откуда вы все знаете, Вартанян? Читал. Молодец. Правильный ответ. Черепаха и одиннадцать игроков справились с заданием. Восемь вопросов мы с вами преодолели. Давайте посмотрим, как вы стартовали. Есть ли среди нас абсолютные лидеры, хотя это в принципе уже предсказуемо. Виталий Павлов, восемь баллов, не одна ошибка. Рубен Варканян. Восемь баллов, не одной ошибки. Михаил Болдырев. Семь баллов. Мария Подрядчикова. Семь баллов. Никита Садовников. Шесть баллов. Лука Барышич. Тоже шесть баллов. У шестерых игроков по четыре балла. А впереди у нас десять обязательных вопросов. Итак, внимание, я задаю девятый вопрос. Какой цвет приобретет картофель, если капнуть на его срез йодом? Синий, желтый, розовый или белый? Какой цвет приобретет картофель, если капнуть на его срез йодом? Пожалуйста, Лука. Темно-темно-темно-синий. Все такой опыт в школе делали? Да. Буквально недавно. Ну, видите, как это приятно. Правильный ответ. Синий, поэтому все беззаговорочно справились с заданием. Десятый вопрос. Как ранее называлась одна из групп звезд, ныне входящая в созвездие Геркулес? Кеней, Фаэтон, Сирена или Цербер. Как называлась ранее одна из групп звезд, но не входящая в созвездие Геркулес? Пожалуйста. Одним из подвигов Геракла было привести Цербера в Микены. Потому что именно один из подвигов Геракла являлся усмирением адского пса, которого звали Цербер. Правильный ответ Цербер. Трое игроков справилось с заданием. Одиннадцатый вопрос. Фотовопрос. Кого из персонажей романа «Тремушкетера» Питер Паули Рубинс изобразил на этом портрете? Граф Деласер. Керцог Бекингем. Шевалье Дербле. Или барон Дювалон. Кого из персонажей романа «Тремушкетера» Питер Паули Рубинс изобразил на этом портрете? Никита Садовников. Я считаю, что это Герцог Бекингем. Герцог Бекингем, потому что тогда еще не знали, что все эти герои реально существовали. А Герцог Бекингем был к тому же известной исторической личностью. У меня только один вопрос к вам. Откуда вы все это знаете? Читал. Правильный ответ. Герцог Бекингем. И только четверо игроков справилось с заданием. Двенадцатый вопрос. Сколько букв использовал Александр Пушкин для написания своей фамилии? Пять, шесть, семь или восемь? Хорошо все подумайте. Сколько букв использовал Александр Пушкин для написания своей фамилии? Андрюша Харитонов. Мне кажется, что это семь букв, потому что еще в конце тогда в Российской империи писали твердый знак в конце. Да, правильно. Семь букв. Правильный ответ. И девять игроков справилось с заданием. Тринадцатый вопрос пошел. Игрота какого амплуа в итальянском футболе называют портьере? Защитник, полузащитник, вратарь или нападающий? Игрока какого амплуа в итальянском футболе называют портьере? Кто любит футбол? Санитар? Ну, я думаю, это вратарь. А вы можете объяснить, почему? Ну, портьер как бы первый у входа. То есть первый... Его всегда пишут первым, он всегда является первым номером. Ворота. Ворота. Ворота, да, да, да. Порте. Правильный ответ вратарь. И четверо игроков справилось с заданием. Судя по всему, вартаням про это вы не читали. Четырнадцатый вопрос. Какой древний народ использовал такой вид письменности? Скифы, шумеры, этруски или финикийцы? Какой древний народ использовал такой вид письменности? Что скажет Лука Борышнич? Я думаю, это шумеры, потому что вот клинопись и точки, это, кажется, цифры были. Глиняная табличка – это клинопись шумеров. Правильный ответ шумеры. Десять игроков справилось с заданием. Это был четырнадцатый вопрос. Смотрим турнирную таблицу. Остались ли среди нас абсолютные лидеры? Нет их нет. Никто не смог правильно ответить на все четырнадцать вопросов. Но, тем не менее, есть лидер. Это Рубен Бартанян. Тринадцать баллов. Мария Подрядчикова набрала двенадцать баллов. Михаил Голдырев набрал одиннадцать баллов. Виталий Павлов набрал одиннадцать баллов. Никита Садовников набрал девять баллов. И Людмила Гамолина тоже набрала девять баллов. Это наш предварительный результат перед последними четырьмя обязательными вопросами. Пятнадцатый вопрос. Внимание на экран. Полёту какой птицы посвящена эта мелодия? Ещё раз повторю вопрос. Полёту какой птицы посвящена эта мелодия? Беркут, кондор, ворон или филин? Полёту какой птицы посвящена эта мелодия? Ну давайте, Андрей Хритонов. Мне кажется, что это кондор, потому что я знаю, что Беркут, филин и ворон явно не летают. Я думаю, они будут летать так, таинственно. Давайте, пожалуй, давайте, кто ещё по очереди, давайте, кто следующий? Лука Барышев, спрошу. Просто я так думаю, если горы убрать, то появится такая пустыня, где лошади идут и сверху птицы летают. Я думаю, это либо ястреб, либо орёл, либо кондор. Орла и ястреба не было, значит кондор. Дорогие друзья, музыку написал перуанский композитор Даниэль Роблес. Поэтому, конечно, на мотив традиционной жителей Ант, правильный ответ кондор, конечно же, и десять игроков справилась с заданием. Шестнадцатый вопрос. Название какого из этих государств совпадает с названием его столицы? Кипр, Албания, Мальта или Люксембург? Название какого из этих государств совпадает с названием его столицы? Это что означало, Садовников? Привет, я здесь? Я тоже здесь. Подождите, подождите, Рената Гизатулина. Я считаю, что это Люксембург, потому что это одно из самых маленьких государств Европы, и его столица совпадает с названием. Правильно, делится на трёх руках и двенадцать кантонов. Абсолютно верно. Люксембург – правильный ответ. И все справились с заданием. Семнадцатый вопрос. Какое из этих животных ацтеки называли божественной собакой? Динго, шакал, койот или гиена? Какое из этих животных ацтеки называли божественной собакой? Что скажет Дмитрий Залманов? Мне кажется, это койот, потому что там, где жили ацтеки, там водились только койоты из этих животных. Койоты – правильный ответ, и восемь игроков справилась с заданием. Восемнадцатый. Последний. Обязательно вопрос. Видео вопрос. Каким мифическим существам принадлежала заглавная героиня этого балета? Каким мифическим существам принадлежала заглавная героиня этого балета? Ундины, сельфиды, дриады или плеяды. Каким мифическим существам принадлежала заглавная героиня этого балета? Данил Санитар. Я думаю, это сельфиды. И только один из участвовавших в нашей сегодняшней игре, игрок Данил Санитар, правильно ответил на этот вопрос. По балеринам были легкие такие эфемерные крылья. Крылья есть только у сельфид. Правильно, опять сельфиды, и только один игрок справился с заданием. Смотрю интерьерную таблицу. Не могу не заметить, что этот вопрос оказался решающим. Я называю имена шести полуфиналистов. Рубен Вартанян – 16 баллов. Мария Подрядчикова – 15 баллов. Михаил Болдырев – 14 баллов. Виталий Павлов – 14 баллов. Никита Садовников – 12 баллов. И благодаря последнему вопросу Данил Санитар – 12 баллов. Это стоит очень серьезное состязание. Во втором раунде игры «Самые умные». Вы смотрите «Игры самых умных» в эфире первый отборочный поединок старшей лиги. Перед вами шестеро лучших игроков. И сейчас нам предстоит полуфинал. Начнем его с дешифровщика. Мы предлагаем вам слово, зашифрованное в виде комбинации цифр. Под каждой цифрой несколько букв. Как и на мобильном телефоне. Например, слово из пяти букв, обозначающее азиатскую столицу. Надеюсь, вы отгадаете, что под пятеркой «П», под двойкой «Е», под четверкой «К», под тройкой «И», под пятеркой «Н». Это азиатская столица Пекин. Тот, кто первым справится с заданием, займет место за первым пультом, второй за вторым, третий за третьим и так далее. Главное – оказаться первым. Итак, внимание, ваше задание. Вид праздника – восемь букв. Время пошло. Есть первый ответ, есть второй ответ. Есть третий, есть четвертый. И есть пятый. Этот ведь праздник – маскарад. И после маскарада стартовать в полуфинале наши игроки будут в таком порядке. Первая – Мария Подрядчикова. Второй – Никита Садовников. Третий – Данил Санитар. Четвертый – Михаил Булдерин. Пятый – Виталий Павлов. И шестой – Рубен Варканя. Сегодня мы предлагаем вам следующие категории знаний. Это искусство, история, кино, космос, литература, мифология, моря, музыка, спорт, техника, языкознание, секрет. Я буду читать вам вопросы, и одновременно они будут появляться на экране. Вам нужно дать как можно больше правильных ответов за одну минуту. Вы готовы? Да. Точно? Точно. Начинаем? Да. Итак, внимание, мы начинаем второй раунд. Глестящий результат сегодня у единственной девушки во втором раунде Марии Подрядчикова. Она первая стоит за первым игровым пунктом. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Тина. Что произошло за то время, что я с вами не виделась? Я начала увлечаться диаграфией и заняла на районной олимпиаде первое место. То есть, все... Пока небольшой успех, но... Вы уже учитесь в классе седьмом или восьмом? В десятом. А расцвет переходного возраста? Расскажите мне, появляются какие-то новые увлечения? Может быть, отчасти взрослые увлечения? Как вообще, насколько, скажем так, человеческие отношения мешают или помогают учебе? Как много времени вы ей посвящаете? Мне приходится посвящать достаточно много времени, потому что я поступила в десятый углубленный физико-математический класс. Это, наверное, очень тяжело для девочки. Конечно, дружба помогает очень. Опять же, учебу и дружбу можно совмещать. Мы там с моей подругой делаем физику вместе постоянно. А это ваша подруга, ваша одноклассница? Одноклассница и подруга. Ну, а скажите мне, пожалуйста, вообще, ну девчонкам же сложнее физикой и математикой заниматься, чем мальчиком. Вы так не считаете? Ну, может быть, в чем-то сложнее, но я понимаю, что вряд ли я буду связывать свою жизнь с гуманитарными научами. В естественных науках я разбираюсь довольно слабо. Ну, в химии, в биологии слабовато. Так что остается физика и математика? Вы говорите, что вы не гуманитарий, но просто если перечислить книги, которые вы любите, возникает не просто ощущение гуманитария, а романтика, Синькевич-крестоносцы, Ремарк-три-товарищи, Искра жизни, Черный обелиск на Западном фронте без перемен, Возлюбив ближнего своего, Булгаков-мастер-магарита, Собачье сердце, Кис-цветы для Алджерона, Таинственная история Билли Миллигана, Тоттелло, Ромео, Король Лиры и так далее. Я очень много читаю. Ну, гуманитарные науки – это хобби. Выбирайте категорию. Давайте из-за знания. Вы выбрали категорию языка знаний, у вас есть ровно одна минута. Начинается она прямо сейчас. Внимание, время пошло. Какое слово является обращением в строке? Нина. Просто Нина, будь мой, да. От какого глагола образована существительное «да», какой корень в слове «вёсше», да. В переводе с какого языка Ставрополь означает «вот креста», греческого неправильно. Какой согласный является непроизносимым предполагателем праздной правильной, существительным какого подержащего ощущения? Диминитерный. Какой частью речи, кроме существительного, может быть слово «сечь»? Правильно. Как родительство не поддержать звучит фамилия Бруно? Правильно. Каким марфологическим способом образована существительное? Правильно. В приставочном суффиксальном неверном. На каком залогу относится причастие в словосочетании «поднятый мечт»? Да. Каким членом предложения является она речью во фразе «льётся песня всё шире?» Правильно. Подчинительный союз, какой в разряду употреблём во фразе? Она мне как песня. Сравнительно неправильно. На какой антоним и прилагательного в словосочетании длинный путь? Правильно. От какого имени с помощью суффикса образованного названия населённого «да». Какими словами выражены сказуемые во фразе «звук» и музыки были «случнее» «да». Сколько корней в прилагательном рукописце играли? Какой служебной частью речи является первое слово во фразе «ах, славный момент». Это служебная часть речи. Да-да-да, сейчас. Ах, это? Ах. Подождите, сейчас подумаем. Мария, ну я не могу с тобой писать. Это междомит. Да, точно. Конечно, вы просто переволновались. Но тем не менее, вы дали 13 правильных ответов. Я считаю, что для начала это прекрасный результат. 13 баллов. Первый результат Марии Подрядчиковой. А в борьбу вступает Садовников Никита. Здравствуйте, Никита. Что расскажете про себя, какие новости у вас? Возраст меняется, меняется мировоззрение, меняется отношение с людьми, меняется восприятие всего происходящего. Вы так интересно говорите, а хочется вот прям конкретно. Давайте с людей начнем. Не все конкретизировать буду. Не, ну сейчас, понятно, я же не говорю, все карты выкладываете. Про фолиалистику не могу не спросить, я просто не знаю, что это такое. Что это такое? Это изучение и проектирование дизайн ордена, медали. И знаки отличия. Как интересно. То есть вы можете воспроизвести награды? Один случай уже был. А какой это был орден? Это был орден прусской короны. Вот мне еще интересно. Вы написали, когда мне грустно я, а что вы делаете, я не разобрала. Я внушаю себе наиптимистичнейшие идеи. Это хорошо. Выбирайте категорию. История. Готовы? Да. Вы выбрали категорию «История». У вас есть ровно одна минута. Начинается она сейчас. Какой древний путь китайцы открыли в результате путешествия? Да. В таком городе Византии в 9 веке проходил Большой Софийский церковный Константинополь. Представителям какого сословия в России в 19 веке обращались? Ваши преподобие. Дворяне. Это церковники, кого из сыновей москосового князя Даниила Александровича прозвали правильно. Какой русский знатный род ввел в истории от князя Константина Глебовича по прозвищу Шах? Шаховские. Правильно. На каком древнем языке писал труды историк часов века? Магн. Правильно. Каким именем в российских учебниках называют английского короля? Чарльца Первого. Правильно. Уроженцам какой страны был кискат Адор? Правильно. Выращивание какого тростника в 18 веке составляло? Верно. Какому церковному празднику в Лейпциге приурочили весенние ярмарки? Верно. События в какой стране в 14 веке освещают? Верно. При каком царе в России жил авантюрист Герлифон? Правильно. На торговле какой пищевой приправой в 17 веке составил капитал-купец Яков Шустов? Карель. Соль неправильно. Какую страну Америки испанские конкистадоры 16 века называли Берум? Это? Берум. Молодец. Правильно. Никита Стадовников дал 11 правильных ответов. А в обе присоединяется Данила Санитар. Данила, так как вы впервые сегодня участвуете в игре, вы уж простите меня за ряд, как вы понимаете, бестактных вопросов. Ну, наверное, все, когда знакомятся с вами, спрашивают, почему у вас такая фамилия. Нет, это первый вопрос, точнее второй. А первый, почему я такой высокий? Ну, давайте начнем тогда с первого вопроса, почему вы такой высокий? В дедушку такой. А дедушка сколько метров был? 94, по-моему. Метр 94? Я 96. Ну, ого, а сколько вам лет? 15. То есть вы понимаете, да, что за 2 метра точно вы перейдете? Не хочу. Я пойду в тренажерный зал и остановлю, скорее всего, просто. Хорошо. А что, разве плохо быть высоким парнем? Это же классно, мне кажется. Ну, высоким, да, но очень высоким. Ну, да, наверное, неудобно. На кровати нормально помещаетесь? По диагонали. По диагонали. Смешно. А что значит классический вокал? То есть это не нирвана у вас в репертуаре? Опера. То есть вы поете? Я 10 лет занимаюсь. Ну, вы же понимаете, не каждый день таких людей встретишь, а когда встречаешься, всегда хочется что-то услышать. Что вы берете из классики? В смысле? А что сейчас спеть? Ну, что да, да. Можно? А даже у Альбинони. Давайте. Сколько? Ну, чуть-чуть хотя бы, интересно. Слышите, я вам желаю удачи, потому что вы, конечно, если появитесь в оперы. Это поймете мне, это будет очень заметное явление. Выбирайте категорию. Давайте спорт. Вы выбрали категорию спорт. У вас есть, Данил, ровно одна минута. Начинается она сейчас. Время пошло. Какое животное является талисманом футбольного клуба «Вольсбург». Правильно. Имя какого римского гладиатора носит футбольный клуб «Вольсбург». Турнавы, Спартак. Как называется конечный пункт дистанции в состязании грибцов? Правильно. Как в олимпийском зимнем виде спорта вручается приз «Золотой шлем». Гонка. Это хоккей. Правильно. Езда на каком виде транспорта входит в программу летнего дуаплова? Лыжи. Это велосипед. Неправильно. Как называется спортивная площадка для игры в австралийский футбол? Поле. Правильно. В честь такого аркана со скользящей петлей назван тип поддержки в фигурном катании? Оу. Это ласа. Ласа. Идем дальше. Рогим спортивным снарядом играют в регбили. Пас. Это мяч. В чемпионате какой страны выступает баскетбольный клуб? Турция. Долтасарай. Молодец. Турлиер на какой настольной игре вошел в программу летний универсиады 2011 года? Правильно. В какой стране проводится марафонский забег? Греция. Спартатлом. Правильно. Какой английский слов называют игрока, защищающего ворота в надболе? Гелкиппер. Это правильный ответ. В какой стране появилась игра пионер-бол? СССР. Это правильный ответ. Это как называют стойкий ворот для кончного пола? Да. Правильно. Каким термином называется 30-секундный перерыв в стритболе? Это, подумайте, 30-секундный перерыв. Перерыв. Тайм-аут. Молодец, конечно. Молодец. Для начала очень хорошо. 9 баллов. Первый результат Даниила Санитара. Ну что ж, первая тройка игроков использовала свои первые полуфинальные попутки. Пришло время вступить в игру Михаилу Болдыреву. Михаил, добрый день. Здравствуйте, Тина. Я тут интересно прочитала вашу анкету. Вы любите, естественно, олдскул, рок-музыку. И при этом вы написали, когда мне грустно, я слушаю классическую музыку. Но неужто вот в нашей современной российской музыке нет ни одной группы, которая могла бы выражать ваш язык? Возможно, это как ДДТ есть. ДДТ – это взрослая музыка. Да, ну она лирическая, очень мне нравится. А у вас внутри лирический настрой, я так понимаю? Иногда бывает. То есть вообще лирикам в современной крайне программатичной жизни очень сложно, правда же? Да. Вот как вы планируете свою жизнь? Что из вашего понимания успеха? К чему вам надо стремиться? Это в первую очередь, мне кажется, чтобы тебя уважали люди. Это уважение окружающих. Хорошее отношение с ними. От количества людей зависит масштаб успеха? Чем больше людей уважают, тем выше успех или как? Нет, от количества людей, мне кажется, не зависит. Это главное, вот если человек даже немного меня знает, он не сказал бы обо мне плохого слова. Кто из ваших членов семьи оказал на вас наибольшее влияние? Ну, может быть, бабушка. Бабушка? Бабушка. Вот поясните, почему бабушка? Бабушка привила огромный интерес к литературе. Что такого сказала вам бабушка или как она сумела к вам привить любовь к литературе? Бабушка ничего такого не сказала. Бабушка очень выразительно читала и мне очень понравилось. В слух? В слух. В детстве? В детстве. Читала достаточно серьезные произведения. Например? Ну, Евгения Негина, Тараса Бульба она мне читала очень выразительно, мне очень понравилось. А до скольких лет она вам читала? Ну, лет до 11, наверное, даже так. Да, слушайте, вы уже взрослым мальчиком были. Ну, я и сам читал, и она читала. Класс. А скажите мне, когда вы вырастете, вы тоже будете своим детям читать или уже только на внуках? Я думаю, что тоже буду своим детям читать. Вы сказали, что у вас два самых любимых фильма – Форест Гамп и тот самый Мюнхгаузен. Оба героя – это ненормальные с точки зрения обычного социума люди. Это люди, которые уж не просто белые вороны, а белейшие. Почему вам нравятся Форест Гамп и Мюнхгаузен? Ну, они заставляют испытывать эмоции, которые не всегда почувствуешь в нормальной жизни. Это можно поплакать над этими фильмами. Выбирайте категорию. Давайте космос. Вы выбрали категорию космос. У вас есть ровно одна минута. Начинается она прямо сейчас. Внимание, время пошло. Какая принцесса, героиня киноэпиопеи «Звездные войны» выросла на планете Альтера? Это Леа Иркана. Название какого оптического прибора переводится из греческого «как далеко смотри». Правильно. Какое название в астрономии получили красные звезды малой светимости? Красные карлики. В каком полушарии неба находятся созвездия летучей рыбы? Абсолютно верно. Какую ярчайшую звезду Камерон называет псом Ориона? Серьезно? Да, правильно. Отличное название какого объекта произошло слово «астронавт». Это звезда. В каком фильме Джеймса Камерона действие происходит на спутнике планеты Палифем? Правильно. Единственным учеником какого польского астронома считается математик? Правильно. Фотографии какой звезды были получены с помощью спектра гелиографа? Это Солнце. Имя какого мифического наставника получил первый астероид группы Кентавры? Это? Пас. Херон. На какой планете Солнечной системы есть кратер Ахматова? Венера. Правильный ответ. В какой галактике расположен поиск Айпера? Пас. Млечный путь. Траектория движения по орбите какого космического тела называется геоцентрической? Вы знаете. Земля. Молодец. Я же говорила, вы знаете. 7 баллов. Первый результат Михаила Болдырева. А в борьбу вступает Виталий Павлов. Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте. Ну, расскажите мне, есть что-то интересное, новенькое, что произошло в вашей жизни за то время, что мы не виделись? Брат появился. Брат младший? Да. Классно. Слушайте, как давно? Ну, ему уже полтора года. Ну, скажите, классно подгузники менять. Ну, не скажу, чтобы уже ахти, но тоже это своего рода какое-то прикольно. Как назвали? Ярослав. Ну, а вы его убаюкиваете, колыбельно ему поете? Я тебе больше папа занимается, потому что это очень сложно и очень нужно много времени. А вы Ярославу уже тоже учите купаться в проруби? Нет. Вы знаете, когда я прочитала, что вы купаетесь в проруби, ну вот как? Это вы один раз, небось, окунулись и уже написали, что люблю купаться? Нет. Каждое воскресенье, а так, когда есть время. Что? Каждое воскресенье? Это где у вас прорубь-то рядом с домом? Ну, озеро есть рядом. Озеро рядом с домом. И что, и вы каждое воскресенье там уже минус 10, и вы нормально так побежали, а куда? Да. А кто вместе с вами этим занимается? Дядя. Не папа, не мама. Дядя. Выбирайте категорию. Давайте. Кино. Вы выбрали категорию кино. У вас есть ровно одна минута. Начинается она сейчас. Время пошло. Какое оружие Бог Один согласно фильму Тор забросил в пустыню Нью-Мексико? Правильно. На каком спутнике астронавты в фильме Трансформеры 3 нашли звездолёт? Правильно. Какая пустыня дал название фильму 2005? Правильно. Приквел какого кинокомикса? Супергерои. Это имеет подзаголовок. Это люди Икс какого косолапого зверя поборол в ушака? Правильно. Героем какого фильма Рязанова является гусарский поручик Ржавский. Это гусарская баллада. Кто сыграл роль Чарли Кентона? Кентона главного героя фильма «Шигая сталь». Да. На каком материке герой фильма «Индиана Жонс 4» искали город Правильно? Когда актриса уроженка Украины снялась в роли Камилы в фильме «Квант милосердия» Куриленко? Первая серия какого фильма Бондарчука называется «Андрей Балковский». Это правильный ответ. Какие сырые продукты ела для улучшения голоса? Героя комедия «Весёлые яйца». Имя какого императора носил говорящий козёл в фильме «Гости из будущего». Это Наполеон. Какой ирландский хореограф сыграл главную роль в фильме «Гусарский лин танца» Майкл Сайтли? Роль какой императорицы сыграл Наталья Сайко в фильме «Гусарский лин танца» Майкл Сайтли? Катерина. Нет, хорошо подумайте. Это кто? Елизавета Петровна Милова. Да, это Елизавета Петровна. Семь баллов ваш первый результат. Чуть космоса брала, я тебе там 15 баллов. Ну и последним, кто ещё не использовал свою первую полуфинальную попытку, является Рубен Вартанян. Здравствуйте, Рубен. Рубен, расскажите мне, что самое интересное произросло в вашей жизни за то время, что мы не виделись? Ну, самое интересное? Да. Наверное, то, что всё-таки попал во второй тур. Как вы учитесь? На пятёрке, четвёрке, пятёрке преобладают. Это я даже не сомневаюсь. А четвёрке по каким предметам у вас? По физике, по английскому и по геометрии. Как у этих людей рука поднимается вам четвёрки ставить? Поднимается и опускается. А как вы вообще себя представляете? Вот что вы будете через 10 лет делать, вы знаете? Я не... Я, в общем, когда я начинаю планировать, я вспоминаю один афализм. Если хочешь нас смешить Господа Бога, расскажи ему о своих планах. А вообще вот есть же, наверное, советы, которые даёт вам папа, правильно я понимаю? Да. Какой самый мудрый совет дал вам папа? О том, что надо учиться. Ну, это Ленин ещё дал этот совет. Причём ваш папа? Ленин сказал учиться, учиться, ещё раз учиться. Ваш папа просто повторил. Что-нибудь другое он сказал? Ну, сказал, чтобы я хорошо учился. А вы что, считаете, что Ленин хотел, чтобы все плохо учились? Нет. Просто Ленин сказал это всему народу, а папа лично мне. Никакие твои это суммы. Мыслью, значит, существую. Вот такой принцип нашей семьи. Вы понимаете... Ну-ну-ну. Ну, мой личный принцип, это высказывание императора Марка Авлелия. Делай, что должно и будь, что будет. Понимаете, все армяне как армяне, а вы по Декарту живёте. Как вы в прошлый раз сыграли? Погано. В первом раунде вы вылетел? Да. А если вы сейчас отсюда со второго раунда вылетите, то когда я вас потом спрошу, как вы сыграли, вы как скажете? Совсем плохо. Ну, подождите, если погано было вылететь с первого раунда, то со второго почему совсем плохо? Потому что в шаге от победы, можно сказать. Выбирайте категорию. Марья. Итак, вы выбрали категорию Марья. У вас есть ровно одна минута. Она начинается сейчас. Как обычно называют сильную бурю на море? Что? Да. Кто в сказке Чуковского море синий тушил пирогами и блинами? Бас. Крокодил. Какому государству принадлежит Бакинский Азербайджан? Азербайджан. Правильно. Воды какого моря мыло от берега Европы, Азии и Африки? Средиземное. Правильно. Какое искусственное водоем называют Киевским морем? Днепропетровского водохранилища. Правильно. Останки какого затонувшего острова по легенде находятся на дне? Аплантида. Правильно. Какой полуостров оправляет Адриатическое море? Апеннинский. Правильно. В каком небесном теле есть море Пены? Луна. Правильно. В каком северном море дало название впадающее в Нико река Акара? Правильно. В каком море Средиземноморского бассейна находится остров Родос? Ой, Эгейская. Правильно. Портом какого моря является китайский город Даляньо? Южно-Китайская. Желтое море. В каком полушарии относительно экватора находится море Амуссена? Южное. Неправильно. Восточная река Ярдан. Правильно. Какое море Южно-Китайский пролив соединяет с Мексиканским заливом? Правильно. В каком климатическом поясе находится Восточно-Сибирское море? В каком климатическом? В этом фактическом поясе. Молодец. Да. 13 баллов. Это пока что самый высокий на игре результат, который показала также и Мария Подрядчикова. Рубе Мартанян. 13 баллов. Смотрим на турнирную таблицу. Мария Подрядчикова. 13 баллов. Рубен Бартанян. 13 баллов. Никита Садовников. 11 баллов. Даниил Санитар. 9 баллов. Михаил Болгарев. 7 баллов. И Виталий Павлов. 7 баллов. Таковы наши первые результаты. Но у нас впереди вторые полуфинальные попытки, и мы их используем через несколько минут. В эфире первый отборочный поединок старшей лиги. Сыграна половина второго раунда. Мария Подрядчикова набрала 13 баллов. У Рубена Бартаняна 13 баллов. У Никиты Садовникова 11 баллов. Данил Санитар набрал 9 баллов. Михаил Болгарев набрал 7 баллов. И Виталий Павлов набрал тоже 7 баллов. У нас на экране осталось 6 категорий знаний. Это искусство, литература, мифология, музыка, техника и секрет. Каждый из вас может выбрать еще одну категорию. Вы это знаете, вы к этому готовы. Продолжаем игру. Мария, выбирайте. Давайте попробуем литературу, только мне нужно немного собраться. Давайте. Давайте. Вы выбрали категорию литература. У вас есть ровно одна минута. И она начинается сейчас. С какого языка Борис Пастернак ты играл драму Ягана Дах? Кто послал Шекспирского романа «Аузак не ударь?» Революцию по какой стране посвящен Роман Виктором Дах? Кто послал поиск о титулярном советнике Акаке? Дах. Каким сокращенным прозвищем? Маса. 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 Кто советовал Пушкинскому Петрушу Гринёву беречь? Дальше. С молоду, отец. На какое небесное тело герой Романа Уэллса улетели на шаре с Кейбом? Это луна. Какое бедствие Авиде описал? Суши и море слились и различия между ними и стаула. Это всемирный потоп. Правильно. Сколько строк грубои Амара Ханьяма? И с грешными приходим и грешим. Правильно. Какой здоров смерти? Согласно эггам Роулина. Это правильный ответ. В каком стиле? Согласно Гоголю, жил казачок. Да, какие домашние птицы в стихотворении Сейна в хате поют обеднюю стройную. Это петухи. В каком романе Саббатине описан захват англичанами судна, Сенька, Ягас? Да. В каком способу времяпрепровождения, посвященного Чиркуприна? Да. На каком устрою происходит действие романа Стивенсона «Черная стрела Великобритания?» Какому народу Средиземья принадлежал Элрон, создатель Братства Кольца? Да. Один из каких титулов он назвал? Один из каких титулов он назвал? Правильно. В какой стране герои по вестибюля? И варили, держали в плену. Услуги Раджи, молодец, блестяще. 14 правильных ответов, приносит вам в сумме 27 баллов. И Мария Подрядчикова закрепила свой титул лидера игры «Самый умный». Посмотрим, что сделают соперники. Никита Садовников, прошу вас. Думаю, что искусство. Вы выбрали категорию «Искусство». У вас есть ровно одна минута, она начинается сейчас. С каким оружием скульптор Велисип изобразил богу любви Купидона? Это неправильно. Серию видов, в какой японской горы открывает гравюра? Правильно. Статую какого императора России работает в Тиротеле, имеет высоту? Да. В какой московской галерее находится... Федер Васильева, да. К фамилия какого поэта в Рубле создал... Лермонтов. Фамилия какого художника-передвижника состояла из двух? Именно, на каком полуострове Куиджи завещал обществу художникам-настоящему? Это Крым. В каком февральскому празднику посвящены марки, дизайн которых создал Юбер Дежи Ванши? Пас. Это праздник святого Валентина. Дизайн герба какой страны создал в 20-м веке? В Франции. Правильно. Это неправильно. На Бенгре какой маринист написал картину «Видно взморье» в окрестностях Петербурга? Да. В каком финском городе создан музей на основе коллекции? Да. Какого слепого греческого поэта, играющего перед? Правильно. Краском какого типа написана картина Василия Тропейна «Кружевница»? Масло. Правильно. Какой цвет преобладает на агитационном блокаде Маура? Да. Героем какой битвы установлен в памятник Гродины Мать-Заги? В работе Евгения правильно с головой «Какого чудеса» в руках извоял Персей, скульптор и минута Челине. Медуза. Молодец. Да, блестяще. Переиграл себя и тоже закрепил результат Никита Садовников. 13 баллов сейчас, а в сумме теперь уже 24 балла. Даниил, надеюсь, что вторая попытка будет для вас тоже такой же успешной, как и для ваших соперников. Мифология, музыка, техника или секрет? Давайте музыку. Вы выбрали категорию музыку, у вас есть ровно одна минута. Время пошло. В таком мюзикле «Элен Сигара» исполнила «Да». Разновидностью какого ударного инструмента в Японии является Судзу неправильно. А в каком московской улице Булата Куджава пел «Ты моя религия»? Пас. Это Арбат. По мотивам творчества какого художника на реке Граната создал сюиту Боевски. Это Франциска Гоя, представитель какой заразка с этой стороны победили на Евровидении 2011 года. Это Азербайджан неправильно по мотивам, чей сказки по Сталин балет. Доктор Айболит, да. В какой стране находится Веймарская высшая школа музыки? Веймарская. Это где? Ну, Венгрия. Германия. Из какого материала традиционно изготавливали музыкальный инструмент? Альпийский рок, да. Какие музыкальные знаки имеют элемент? Флажок. Это ноты. Для каких московских часов Кирилл Самойлов создал 13 колоколов? Это кремлёвский, и какой палец при игре на гитаре обозначается цифрой один? Первый. Это правильный ответ. Указательность какой языка пришёл музыкальный термин? Итальянский. Аджитато, да. К открытию какой картины галереи Антон Аренский создал оперу Рафаэль. Правильно. В какой стране была основана группа Нирванова главы столиста Курта Копейном? Это США. Как зовут старшую сестру австралийской певицы Кайли Миноу? Кайли Миноу. Молодец. Первый раз сыграете уже неплохо. 8 баллов приносили вам в сумме 17 баллов. Первая тройка игроков использовала свои вторые полуфинальные попытки. Смотрим. Мария Подрядчикова 27 баллов. Никита Садовников 24 баллов. И Данил Санитар 17 баллов. Это результаты первой тройки игроков. Посмотрим, что сделает вторая тройка. Ее открывает Михаил Болдырев. У него 7 баллов. И я надеюсь, что вы переиграете Данила. Техника, секрет, мифология. Давайте секрет. Хороший выбор. Сегодня в категории секрет у нас страна Швейцария. Это хорошая категория? Это плохая категория. Итак, выбрали секрет. В секрете Швейцария у вас здесь ровно одна минута. Начинается она сейчас. Какой горной системе принадлежит массив Монте-Роза в Швейцарии? Да. Какую сладость швейцарец Линпус совершенствовал добавлением «да». Для какого государства швейцарец, для как друзей, спроектировал СССР? Для музея какой физика открыт в Бёрне? Это Эйнштейн. Неправильно. На каком языке говорят большинство жителей южного швейцарского контона? Течень на итальянский. Ветвью какой религии является кальвинизм, распространенный в Швейцарии? Это христианство. В каком виде спорта лучшим бомбардиром сборной Швейцарии является Александр? Какой советский разведчик переправил Швейцарию пастора Шлага? Это Штирлиц. Памятник какому национальному герою Швейцарии поставлен в городе Альфдорф? Это Вильгельмтей. Дальше. Северный берег какого озера? Швейцарской. Да. Штаб-квартира какого международного спортивного комитета? Это? Мок. Олимпийский. Господи, какой тип электростанции обеспечивает больше половины энергии Швейцарии? Это картофель. Правильно, какой четырехэтажный номинал имеет самая крупная банкнота? Швейцарии. Правильно, гласим, какой океан принадлежит до реки Швейцарии? Азотичный. Правильно, какой международный бисерный конкурс впервые составился в Швейцарии в 1956 году? Молодец, кстати, неплохо играли. 9 баллов приносит вам сумму, 16 баллов, но вы, к сожалению, не переигрываете Даниила. Одного балла не хватило. Интересно, у Виталия Павлова, как и у Михаила, 7 баллов. Мы посмотрим, он-то переиграет у нас Даниила или нет? Стараюсь. Давайте. Техника или мифология? Техника. Итак, вы выбрали категорию техника, у вас есть ровно одна минута, начинается она сейчас. Время, Виталий, пошло. В Митрополитене какого столичного города есть станция Крещатик-да? Какое сигнальное сооружение на мысе Сэнди-Хук-да? Как называется защитный шлем строителей? Это... Каска. Правильный ответ. Сколько сегментов имеет каждая из линз бифоканальных очков? Да. Как сокращенно назвали бомбардировщики конструкторского бюро имени Яковлева? Да. Над которой в Китае сооружённый жильянский вистачий воздух? Правильно. Как называют движение обнестрельного оружия в сторону обратную, быстрый лук? Пас. Это отдача неправильная. Какой медицинский прибор фиксирует альфа-ритмы человеческого мозга? Это... Фолограма какая-то. Это фолограма. Это правильно. Дальше. В каких единицах английской системы я измеряю диаметр велосипедных колёс? Правильный ответ. У берегов какого континента трижды дрейфовал во льдах дизель-электроход Михаила Сомов? Антаркида. Правильно. На железной дорогах какой страны, кроме Испании, используют сибирийское пелье? Португалия. Правильно. С каким портативным устройством мы называем студентов вблизи университета? Это ноутбук. Из какого древнего языка происходит слово «трактор»? Это правильно. Это так называют упрощённый, открытый или рамный автомобиль для гонок по пересечённой местности. Это упрощённый, открытый, рамный автомобиль для гонок по пересечённой местности. Открытый. Маленький. Блин. Баги. Ну что ж, 11 баллов, но тем не менее, 18 баллов. Сумею вы переигрываете Даниила Санитара. Рубен. Мифология. Нет, я про другое хотела спросить. Сегодня как? Погано или очень плохо? Не самый лучший. Какой вы наглый? У вас 13 против 18, вы что, 6 правильных ответов не дадите? Мифология. Вы ничего не выбрали. Как? Я сказала мифология. Я сказать хотела, что осталась одна категория. Какая разница? И так ясно, что одна категория. Люди по телевизору смотрят, им объяснить надо. Может они чего не понимают. Им экран показывают, где написана категория мифологии. Вы знаете, иногда такое написано, так что верить что ли? Это вы про что говорите? Вы выбрали категорию мифологии. Точнее, она одна осталась. Да. Если вы дадите 5 правильных ответов, вы догоните Павлова. 6 переиграйте. Вы это знаете? Да, знаю. Я считать умею. Но вы его переиграете или нет? Постараюсь переиграть. Хорошо. Итак, внимание. Ваша минута пошла. Пошла. Какая птица в грамме? Схилла, Прометей, Приколы и Нагрона, Крылатый дам. Какой орел финском опусе воспевается небесный кузнец? Кальмала. Да. Какой мифический врачеватель воскресил кирицкого царевича Гуахка? Да. С каким атмосферным объектом? Какой холхидскую чародейку богиня Гекката научила готовить колдовское зелье? Да. За доспехи какого героя, павшего с тем троим. Ахилла, ахилла. Правильно. Какие пресмыкающиеся был мифический змеулан, побеждённый богом Перуном? Да. Дочерью какого титана была плеяда Миропа? Дальше. Атланта. Какой бог усыпил Деликана Аргуссен и Грой на флете? Да. Через какие сталкивающие скальпы фашкарбонавты? Правильно. Какую прекрасную богиню римляне назвали матерью Роба? Абсолютно. Абсолютно. Венера неправильно. Спутниками какого скандинавского бога являются волки Герри и Фреки? Это правильно. Какой герой индейского опыта возглавил Ласаду и Строу Бангой на свою жену Ситу? Да. В целом, какой греческой богиней был Плутос? Да. Ваши людям богаты это Демитра. Какой греческий бог выковал Герри? Молодец. Согласно мифам, какой азиатской страны? Китай. Людей сотворил. Да. Каких богинь общения древней Крики называли правильно храмом какого бога? Дельфод пытался обрагать Платов. Почему вы сразу не сказали, что вы выиграете? Итак, внимание. 15 баллов дают вам в сумме 28 баллов. Смотрим турнирную таблицу. Рубен Бартанян, так же, как и в первом раунде, всех переиграл во втором. 28 баллов. Следом идет Мария Подрядчикова, 27 баллов. И Никита Садовников, 24 балла. Эта тройка проходит финал сегодняшней игры. Как вы сыграли, Рубен? Нормально. Нормально, спасибо. Итак, у нас осталось трое игроков. Виталий Павлов, Даня Санитар и Михаил Болдарев, которые не проходят следующий круг. Ребята, я хочу сказать вам, что расстраиваться не стоит. Мне кажется, пример Рубена, который в прошлый раз сыграл погано, а в этот раз просто выиграл в двух раундах сегодняшней игры, свидетельствует о том, что это возможно. И я думаю, что вы это рано или поздно обязательно сделаете. Возвращайтесь, пожалуйста. Ярославу от меня горячий привет. Жду вас на играх самого умного. И надеюсь, с вами увидится уже в качестве победителей. А тройка в лице Рубена Бартаняна, Марии Подрядчикова и Никиты Садовникова продолжит борьбу в финальном раунде игры «Самые умные». Вы смотрите игры самых умных. В эфире первый отборочный поединок старшей лиги. На подиуме трое лучших игроков. Трое действительных членов клуба «Самых умных». Рубен Бартанян-Моздок. Мария Подрядчикова-Волгоград. И Никита Садовников-Баруниш. Поздравляю вас с отличной игрой. Добро пожаловать в клуб «Самых умных». Я думаю, что сегодня каждому из вас хочется стать самым умным. Хочется победить в сегодняшней игре. И я предоставлю вам такую возможность. Для начала, как всегда, нам надо определить, за каким пультом вы будете стоять. Для этого сыграем дешифровщиком. Шахматный термин из шести букв позволит нам определить вашу очередность за пультами. Есть первый ответ. А вот и второй ответ. Шахматный термин из шести букв – это «Гамбит». И вот в каком порядке будут выступать участники. Мария Подрядчикова, первый отгадал «Гамбит» за красным пультом. Никита Садовников за желтым пультом, он второй. И Рубен Бартанян за синим пультом, он третий. Рассказываю правила финального раунда. Перед вами 36 ячеек. По моей команде табло откроется, но только на несколько секунд. Постарайтесь запомнить свои ячейки. Ваши, Мария, красные. Ваши, Никита, желтые. И ваши, Рубен, синего цвета. Правильно отвечаете на свой вопрос, получаете два балла. На вопрос соперника – три балла. На вопросы с категорией общих знаний, ячейка окрашена в серебристый цвет, получаете один балл. Вы готовы? Да. Внимание, я открываю табло. Готовы? Да. Назовите ваши темы. Федор Шаляпин. А у вас? Пионеры авиации. А у вас? Города Франции. Ну что ж, игроки, вы сильные. Я думаю, что темы друг друга отчасти знаете. И давайте это проверим прямо сейчас. Внимание, мы начинаем третий раунд. Мария. Первая. Внимание на экран. Первая ячейка красного цвета. Ваша тема. В какой опере Станислава Манюшка дебютировал на оперной сцене в качестве солиста 17-летний Федор Шаляпин? Дальше. В возрасте 17 лет роль Стольника в Уфе. Правильно? Да. Кстати, сжалование было небольшое, ему еще 5 рублей добавили. За эту роль вы получаете 2 балла молодец. Никита. Вторая. Вторая ячейка. Желтая значит ваша. У какого немецкого воздухоплавателя отец русской авиации Николай Жуковский в 1895 году купил планер для Московского университета? Отто Лилиенталь. Он также написал Лилиенталь книгу «Полет птиц как основа авиации». Правильно, аппарат был 13 лет, между прочим, в кладовке. Вы получаете 2 балла. Рубен. 4. Синяя ваша. В честь какой национальной героини возведен собор на стороне ночной площади? Рубен. Зачем я этот вопрос читаю? Да, там написано, но люди хотят услышать. В честь какой национальной героини возведен собор на старой рыночной площади в Руане? Жанна Д'Арк. Правильно. В каком веке она была казнена? В 15-м, 1431-й год. А собор когда построили? В собор? Не помню. В 20-м. Правильный ответ. Жанна Д'Арк, вы получаете 2 балла. Возвращаюсь к вашим соперникам. Прошу вас, Мария. Третья. Третья ячейка. Ваша тема, Фёдор Шаляпин. В каком фильме Фёдор Шаляпин сыграл свою первую кинороль? Иван Грозный. Царь Иван Васильевич Грозный. Абсолютно верно. В 1515-й год. 2 балла. Никита. Шестая. Шестая ячейка. Жёлтая ваша. В каком штате Атлантического побережья США находится город Киттихок, вблизи которого братья Райт совершили первые полёты на самолёте Флайр-1? Аризона? Нет. Так. Киттихок. Так. Прошу вас, Рубен. Стати Мэн. Нет, Северная Каролина. В этом городе живёт около трёх тысяч людей сегодня. Имя этого города и носил авианосец, о котором я говорила. А почему братья выбрали песчаные отмели, так это из-за постоянных ветров и отсутствия любопытствующих. Правильный ответ, Северная Каролина. Вы не зарабатываете ни одного балла, я перехожу к Рубену. Рубен, добро пожаловать в игру. Восемь. Открываем восьмую ячейку. Внимание. Восьмая синяя города Франции. В каком городе расположен крупнейший морской порт и второй по величине аэропорт Франции? Марсель. Правильно. Когда его основали? Что? Когда его основали? Где-то в шестом веке до нашей эры. Более двух с половиной тысяч лет назад. Да. Крупнейший порт Средиземного моря, два балла, абсолютно верно. Мария. Двенадцатая. Двенадцатая ячейка, открываем. Красная ваша. Какой предприниматель и меценат в 1896 году пригласил Фёдора Шаляпина в труппу своей московской частной оперы? Савва Мамонтов. Он ему создал лучшие условия для творчества. Абсолютно верно, два балла, да. Никита. Так, пятнадцатая. Открываем пятнадцатую ячейку. Пятнадцатая ячейка у нас. Красная тема Марии Подрядчика. Вы специально, да, взяли? Молодец. В образе какого персонажа Фёдор Шаляпин запечатлён на этой фотографии? Внимание на экран. Дракула. Кого? Нет. Ещё кого. Ну, господи, тут перебирать нельзя, понимаете? И, конечно, у Дракула были разные прочтения, но на Дракулу он тут явно не похож. А? Сатана не идёт. Мефистофеля он играл. Мефистофеля он играл, правильно говорит Вартанин. Конечно, Мефистофеля дебютировал с этой партией и в Мариинке, и потом в Ласкалов. Правильно ответил Мефистофель, ни одного балла вы не зарабатываете. Рубан, прошу вас. Одиннадцать. Открываем. У вас такое лицо всё время, как будто я вам денег должна. Я вам ничего не должна? Хорошо. Памятником какого архитектурного стиля является этот средневековый собор в городе Шар-Тре? Готический. Да, правильно, готический. Тринадцатый век, между прочим, дошёл до нас практически неизменённым. Два балла, правильный ответ, да. Смотрим турнирную таблицу. Мария Подрядчикова, шесть баллов. Рубен Вартанян, шесть баллов. Никита Садовников, два балла. Продолжайте, продолжаем открывать ячейки. Мария, прошу вас. Семнадцатая. Открываем семнадцатую ячейку, смотрим. Семнадцатая, красная ваша. Художественным руководителем какого театра Фёдор Шаляпин был в 1918 году? Мариинского. Правильно, конечно, привлёк в театры новых режиссёров и дирижёров. И вообще, как бы, да, там, я считаю, что это был один из лучших периодов его творчества. Два балла, правильный. Восемнадцатая. Открываем. Восемнадцатая ячейка, жёлтая, это ваша тема. Уроженцем какой латиноамериканской страны был Альберто Санто-Дюмон, совершивший в 1906 году первый полёт на самолёте в Европе? Я понимаю, что вам так хочется ответить, но дайте дочитать вопрос. Бразилия, правильный ответ. Да. Глобала. Рубен. Тринадцать. Тринадцатая. Это ваша ячейка. По приказу какого кардинала французские войска в 17 веке более... Рубен, почему вы такой вредный? Вы в папу такой вредный или в маму? В семье вообще вредных нету? Мой брат младший. Ваш брат младший вредный. Как его зовут? Левон. Левон. То есть вы в Левона. Ну, побудьте немного мамой или папой, пожалуйста. Подобрей, будьте со мной. По приказу какого кардинала французские войска в 17 веке более двух лет осаждали город-крепость Ларашель, оплод гугенотов? Глешелье. Абсолютно верно, да. Вы получаете два балла. Мария. Девятнадцатая. Открываем. Девятнадцатая ячейка. Красная ваша. На стихи какого поэта написан этот роман с исполненной Сёдором Шаляпиным? ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Да, верно. Два балла. Никита. Так. Двадцать третий. Открываем. Двадцать третий ячейка. Ваша тема. Полёту какого французского авиатора посвящен плакат начала 20 века? Это фото-вопрос. В честь него ещё создали теннисный клуб. Ну? Можно я? Тарель. Подождите. Флаги – это подсказка. Французский. Араланна. Нет, стоп. Луи Блерьо. Блерьо одиннадцатый. Тот самый, который в 909 году первым пересёк Ла-Манш. На картинку посмотрите внимательно. Точно. Действие происходит на берегу Ла-Манша. А он где? И флагами ему машут. Вы ни одного балла не заработали, я перехожу к Рубену. Двадцать вторая ячейка. Открываем двадцать вторую ячейку. Двадцать вторая ячейка. Это ваш вопрос. Какой город на острове Кольсика является родиной? А я что? У вас как брата зовут, который вредный? Левон? Левон. Вы знаете, передайте Левону от меня, что всё-таки, как мне кажется, Рубен вредней. Какой город на острове Кольсика является родиной Наполеона Бонапарта? А я что? Правильно, да, а я что? Наполеон здесь прожил девять лет. Все баллы. Мария. Двадцать девятая. Открываем. Красная ваша. Какого звания Фёдор Шаляпин был лишён в 1927 году? Народного артиста республики. А почему его лишили этого звания? Так. Он пожертвовал пять тысяч франков на российских белых иммигрантов. Потому что он решил не возвращаться в Россию. И было принято решение, что если он не хочет обслуживать тот народ, который дал ему это звание, то нужно это звание у него забрать. Поэтому вы правильно ответили на вопрос? Звание Народного артиста республики. Вы получаете два балла. Правильно. Никита. Двадцать седьмая. Открываем. Двадцать седьмая? Да. Это ваша ячейка. В каком приморском городе в 1909 году совершил первый на территории Российской империи демонстрационные полёты лётчик Михаил Ефимов? Петербург? Нет. Так, что это в Российском империи? Секунду. А? Сейчас. Крым. Ну, давайте. Севастополь? Нет. Рубен. Одесса. Одесса. Абсолютно верно. Там Ефимов познакомился с двумя меценатами. На полёт уже нужны были деньги, правильно? И с тогдашней знаменитостью Сергеем Уточкиным. Ну и, соответственно, вот таким образом это всё мероприятие произошло. Ни одного балла вы не получаете, я перехожу к Рубену. 24. Помните о Ливоне. 24-я ячейка открываем. 24-я ячейка, это ваш вопрос. Производством какой ткани с 15 века славился французский город Лион? Шёл. Правильно, да. Абсолютно верно. Причём в домашнем мастерстве. 2 балла. Смотрим турнирную таблицу. Шесть вопросов посадил, ребят. У Марии Подрядчиковой 12 баллов. У Рубена Вартаняна 12 баллов. А у Никиты Садовникова 4 балла. Но борьба продолжается. Мария, прошу вас. 32-я. Смотрим на экран. Красная, ваша. Какой писатель и близкий друг Шаляпина при встрече в Риме в 1929 году уговаривал певца вернуться в Советский Союз? Максим Горький. Больше Шаляпин и Горький не встречались. Я потерял лучшего друга. Говорил Шаляпин. 2 балла верно. Никита. 28-я. Открываем. 28-я ячейка. Это общие вопросы серебристого цвета. Какому герцогу, согласно роману Дюма, тримушкетёру поклялся отомстить английский офицер Фельтон? Бекингем. Абсолютно верно. Да, 1 балл. Рубен. 25. Ролевон сейчас нас смотрит по телевизору. Почему? Спит. 25-й вопрос. Открываем. Ваш вопрос. Какой портовый город, разрушенный бомбёжками, был практически полностью перестроен в 1950-60-х годах по проекту архитектора Агюста Перре? Гавр. Гавр, да! Правильно! 2 балла. Мария. 34-я. Последний вопрос. 34-я. Открываем 34-ю ячейку. Это ваша ячейка. Как называется книга, написанная Фёдором Шаляпином в 1932 году? Москве и душа. Москва и душа. Да, верно. 2 балла. 26. Открываем 26-ю ячейку. Внимание. Общие вопросы опять. Ну, не везёт, так не везёт. Да ничего. На каком Карибском острове расположена столица Доминиканской республики? Гаити. Гаити. Да, 1 балл. Ну, я уже не могу не спросить. Для Вону сколько лет? Скоро 7 будет. Большой мальчик уже скоро к нам приедет. 33. Ячейка номер 33. Ячейка номер. Куда вы так спешите, я не понимаю? Домой. А? Домой? А вам сколько лет? 13. 13. А вам сколько лет, Мария? 16. А вам сколько лет? А что, он ещё и самый маленький здесь? А вы это знали? Рубен, что вы здесь младше всех? Да. Нормально? То есть вы сумели прорваться не в свою лигу, получается? Да. Специально? Просто я в 9 классе, а это старшая лига. Да. А во сколько лет вы в школу пошли? В 7. Понятно. А в 9 классе как вы оказались подозрительны, вы мой? Перепрыгивая экстренным через 1 и через 4 классы. Угу. Очень вы подозрительны, Вартанян. Очень. Во всяком случае, не больше, чем вы. Значит, 33 ячейка вы говорите? Давайте проверим. В честь какого префекта в середине 19 века перестроившего центр Парижа назван этот бульвар-фотовопрос? Не знаю. Ну подумайте. Не знаю. Он потом станет префектом департамента Сена. Барон Осман. Барон Осман перестроил практически весь центр Парижа. Жаль, ни одного балла не зарабатывать. Это был ваш последний вопрос. Мария, прошу вас. Давайте 36-ю. Давайте 36-ю. Это ваше? Ну, это точно не моя. Моих уже нет. А, вот так вот. Да, ну давайте посмотрим. 36-я это какая? Это ячейка Рубена Вартаняна. В каком историческом регионе расположен город Страсбург, место заседания Европейского парламента? С первого раза не подсказывает полная тишина. Не знаю. Сдаётесь? Да. Попробуйте вы. Эльзас. Абсолютно верно. Эльзас. Правильный ответ. Ни одного балла вы не заработали. Очень жаль. Никита. Так, 20-я. Открываем 20-ю ячейку. 20-я ячейка. Это ваше? Под каким аристократическим титулом в начале 20-го века была известна Раймонда де Ларош? Первая женщина, самостоятельно пилотировавшая самолёт. Баронесса. Кстати, она никакой баронессы не была. Она была дочерью водопроводчика. А стала актрисой и представилась народу баронессой. Хотелось изысканности. Правильно? Да, два балла. Молодец. Рубаем. 30-е. Так, то есть вам не надо сказать, вам какую ячейку надо открывать, чтобы вы выиграли? Вы всё знаете? Я догадываюсь. 30-е. Ваших ячейк нет, вы знаете? Да. Я вижу, я считать умею. Слушайте, ну я уже поняла, что вы считать умеете, что ваш учипапа завещал вам то, что Ленин завещал всем, но вам принципиально. Что Левон такой же вредный, точнее, вреднее, чем вы. Что ему 7 лет, а вам 13. Что вы вместо того, чтобы быть в детском классе, вы каким-то образом в девятом. Что вы подозрительны, я подозрительны. Поэтому я это всё уже знаю. Если вы откроете ячейку соперника и правильно ответите, вы выиграете в сегодняшней игре. А если это будут общие вопросы, то вы проиграете. Вы же считаете умеете? Я займу второе место, а не проиграю. Это разные вещи. А я с другой стороны могу зайти. Всё-таки вы в Артанях плохо считаете. Второе место у вас и так уже в кармане. Вы его не займёте, вы уже его заняли. Ну, тем более. 30-е. 30-е. Ну, хорошо. Я же честно предупреждала. А вы меня не слушались. Отвечать будете? Да. А что? Иногда, я понимаю, в Артанях, не в ваших традициях слушаться женщин, но иногда их всё-таки надо слушаться. Вы знаете, не мешает. Какой окрас обычно имеет уши большой панды? По-моему, чёрный. Ну, правильно, по-вашему. Конечно, чёрный. Один балл. Ну что ж, смотрим на турнирную таблицу. У нас позади по 9 вопросов у каждого из игроков. Но в ходе честной борьбы по результатам сегодняшней игры, с результатом 16 баллов, Мария Подрядчикова становится самой умной. Итак, Мария становится сегодня самой умной. Я с удовольствием вручаю вам диплом члена клуба «Самы Кумы». Спасибо за блестящую игру. Спасибо. Поздравляю. Идите к нам. Дамы и господа, мы закончили первый отборочный поединок старшей лиги клуба «Самых умных». У нас впереди очередные отборочные поединки. Надеюсь, вы с нами проверяете свои знания, учитесь и, возможно, готовитесь к выходу на этот игровой подиум. Мы вас всегда ждём. Это «Самые умные». До встречи через неделю. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ